В продолжение темы. В рамках недели доброты и щедрости членам общества инвалидов вручили подарки. Поддержку оказали организации и предприниматели Ленинского района. Подарки были самыми разными. Лекарства, медицинские принадлежности, спортивный инвентарь. Собравшиеся остались довольно оказаны благотворителями поддержкой. Для Ольги Варламовой, члена общества инвалидов, одним из главных подарков стало внимание людей. Мы общаемся, мы делимся тем, что нас волнует, к нам прислушиваются. Свой вклад в акцию внесли воспитанники детских садов и учащиеся школы Ленинского района. Их творческая поддержка вызвала яркие эмоции у членов общества. В этой акции особое внимание к детям. Принимали участие детские сады. Солнышко, родничок, вторая школа. Такую акцию нам устроили. Концерт, подарки. Это настолько трогательно, что, ну это не передать словами, да слез это трогает. Это прививается в нашем районе с детства. У Тамары Василенковой мама инвалид. Из дома выходит редко. Получить поддержку от незнакомых людей женщины даже и не рассчитывали. Однако подарки от благотворителей укрепили веру Тамары Ивановны в человеческую доброту. В городе есть люди, которые думают и помогают нашему обществу. А люди с ограниченными возможностями, они нуждаются действительно в этой обществе. То, что делает государство, не всегда достаточно. Поэтому, когда находятся люди готовые что-то взять от себя и дать другому, это очень приятно. Акция завершилась и никто из членов общества инвалидов не остался без подарка. Неделя доброты и щедрости в очередной раз напомнила всем нам об одном важном правиле. Каждому человеку порой необходимо внимание и поддержка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова